Во Владивостоке стартовала масштабная кампания по ремонту сетей отопления и горячего водоснабжения. Ход работы контролируют специалисты мэрии, которые накануне осмотрели три участка. Первой точкой стала улица Хабаровская. Там заменят свыше 7,5 километров труб. В городе начата ремонтная кампания. Мы сегодня объехали три участка. Один участок – это мы были на Хабаровской. Там замена более километра сетей запланирована в этом году. Видим, как ведется в целом ход работы. Смотрим синхронизацию работы сетевой организации с дорожными службами. Еще один участок – улицы Борисенко, Никифорова и 40 лет ВЛКСМ в Первомайском районе. Здесь заменят около 7 километров труб. Горячее водоснабжение меняется на гибкие предизолированные трубы, а коммуникация отопления меняет на стальные в пенополиуретановой изоляции. Сейчас мы находимся на улице Никифорова. Вот этот участок дороги находится в федеральной программе «Ремонт безопасной и качественной дороги». В этом году планируется зайти сюда службами дорожными и отремонтировать. Поэтому сейчас первостепенная задача – отремонтировать вот этот участок трассы, заменить его полностью, и сверху будет заложен качественный асфальт, и получится у нас такой оконченный проект. Замена трубопровода ведется и в районе улицы Русская, 46. Также мы выезжали на улицу Русская. Там замена порядка 700 метров трубы, диаметр 500. Это магистральная трасса, которая питает практически весь район Кирова. Проблемная была уже не один год, у нас возникают аварийные ситуации, поэтому сейчас включили в рамках инвест-программы предприятия в программу ремонта и ее отремонтируем. Видим подтверждение, что у нас износ труб очень высокий, местами труба доходит толщиной до 1 мм, ну и в целом такое состояние в целом трубопровода. Поэтому будет заменена, работы будут проведены, и в результате проблема этого района у нас уйдет. В прошлом году уже заменили 40 км трубопроводов. Бюджет составил свыше 4 млрд рублей. Все же общий износ городских теплотрасс достигает 90%, а средний возраст труб 45 лет. В этом году в городе планируют заменить 44 км трубопроводов. Артем Белов, Диана Иванова, Новости на Восьмом. Редактор субтитров А.Семкин